Гальшанский замок, воспетый Владимиром Короткевичем в историческом детективе одной из самых интересных архитектурных сооружений Беларуси. Как и каждый уважающий себя замок, он также окутан различными тайнами и легендами. Главное предание, которое берегут эти руины, связано с черным монахом и белой панной. Чуете, як стогнуть древы, а як тяжко уздыхая замок. Это все тому, что успамины не дают спокою белой панне. Кто меня турбует? Я хочу парадку. И принца своего черного шукает и гукает. О, гляньте, поглядите, и снова ты так далека. Легенда гласит, что когда-то в замке жила красивая княжна Ганна Гордислава Гольшанская. Девушка полюбила безродного молодого человека. И он ответил ей взаимностью. Но о тайных встречах влюбленных узнал отец юной дивы. И по одной из версий он приказал замуровать молодых в стене величественного каменного дома. С тех пор по замку бродят привидения черного монаха и белой панны. Так как вот рассказывают, что видели, я не видела. Вот недавно иду с грядок, а бегут девочки и настолько кричат, прямо вопят. Я говорю, что с вами? Они говорят, белая панна, белая панна. Где белая панна? Вон там. И показывают в сторону замка. А в самом деле над речкой Гольшанкой, перед замкой, тянулся шлейф белого тумана. Замок был возведен на окраине местечка Гольшаны в 1610 году для Павла Сапеги, под канцлера Великого княжества Литовского. Хотя стоит отметить, здесь раньше стояло другое имение. До середины 16-го стагодия Гольшанами володал род князев Гольшанских, который был довольно уплывал в великим князстве литовским. И я думаю, что они имели свой драуляный замок. И лично, что я как раз таки стоял на месте сегодняшнего цаглянга. Когда-то Гольшанский замок был одним из самых красивых сооружений в Великом княжестве Литовском. Величественная постройка представляла собой прямоугольное здание с квадратным двором. В замке располагалось множество комнат с великолепным убранством и огромные подвалы. Мы ведаем про парадную тибальную залу. Во внутренней части полночно-заходного корпуса мелася крытая галерея, что в палаце находилась дорогая мебель. По углам сооружения были построены шестигранные башни. К слову, одну из них планируют обновить и открыть для посещения туристов. Гольшанский замок находится в державной программе «Культура Беларуси». Сгодно с этой программой меркуется, что будет житовляться консервация и реставрация этой так званой полночной вежи. Пылные стенды будут размещены. Есть меркование, что тут будут размещаться макеты рыцарев. А кроме натурального такого наведывания, можно будет электронную версию поглядеть. В Гольшанском замке имелась система обогрева, водопровод, канализация, подъемный мост и, как гласит легенда, настоящие подземные ходы. От замка до центра Гольшан исновали подземные ходы. И уладальники замка, как свержать местовые жихары, могли изъявиться на имши у центра местежка у костёля. И затем, не выходя на улицу, вернуться назад у замок. Иснует так самопрыгожая легенда, что исновали подземные ходы по Межгольшанским и Крылским замкам. Во время Северной войны замок был сильно поврежден. Сегодня от величественного сооружения остались руины. Но место, пропитанное духом своего времени, и по сей день привлекает туристов. Традиционно у этих стен местные жители и гости собираются на фестиваль «Гольшанский замок». Здесь проводятся битвы рыцарей, поединки конного турнира. Сегодня руины замка в Гольшанах являются объектом историко-культурного наследия и охраняются государством. Глядя на них, чувствуешь особую энергетику, которой не подвластно время. Диана Галик, Антон Филанович. Утро-студия. Хорошего настроения.